Вышли на финишную прямую дороги, ведущей к новому старту. 15 июля в Набережных Челнах открывается футбольный сезон. В этот день КамАЗ проведет домашний матч, сражаясь с Нижнекамским нефтехимиком. Как автозаводцы готовятся к игре и какие цели ставятся на сезон? Об этом расскажем прямо сейчас. До старта сезона два дня. 15 июля КамАЗовцы выйдут на родное поле после зимнего перерыва. Их ждет встреча в одной 256 финала розыгрыша Кубка России. К этому матчу челнинцы сейчас готовятся усердно, ведь разойтись миром командам не удастся. Матчи идут на вылет. У нас планы быть в лидирующей группе. Это естественно, потому что предыдущий сезон сам был неудачный. Седьмое место – это не место для КамАЗа. Мы сохранили костяк, но есть новички, которых, я думаю, вы увидите во всей красе в предыдущем матче. Надеемся на них. Я думаю, они укрепят нас в состав. К новому сезону КамАЗ заметно усилил состав игроками из других клубов. Среди новобранцев Евгений Тюкалов говорит, ни разницы о возрасте и месте жительства к дедовщине не привели наоборот. У команды настрой боевой и спортивного задора им не занимать. Коллектив дружный, приняли отлично. И все знают, что все занимаются одним делом. И задача только выигрывать и показывать себя. Каждый футболист мечтает играть при полных трибунах. И будем ждать болельщиков с нетерпением и постараемся показать хорошую игру. Новый сезон обещает быть зрелищнее прежнего. После того, как футбольная дружина «Автограда» сыграет в розыгрыше Кубка России, их ждет очередной домашний матч. Он пройдет 19 июля. В рамках первого тура первенства ПФЛ в Челны приедет Ульяновская «Волга». Мы будем стараться радовать. Всегда ждем побольше болельщиков на трибунах, чтобы они нас поддерживали, а мы радовали. За спиной предсезонные сборы, товарищеские матчи и тренировки. Впереди новый сезон. И в нем тоже произошли изменения. В зоне «Урал-Поволжье» теперь будет выступать не 9 команд, а 14. Тем интереснее отмечают футболисты и новые соперники и новые задачи.